6 номер за 13 год от издателя Содержание номера Луна рекомендует Народные приметы в июне месяце Солерский кодекс здоровья Продолжение Какие тут есть рекомендации Вот интересно о капусте рассказано Капуста продукт непростой И надо знать ее применение Сок из капусты почистит кишечник Много сырой съешь Появятся газы А щи из нее смягчат естество Знай эти свойства капусты И в нужный момент применяй Действительно Все мы знаем Слишком много зеленый сырой У нас начинается как бы сказать Несварение Образование газа Особенно от капусты От сырой зелени А если мы ее термически обработаем Сварим То естественно она смягчает нам Все внутри Очищает Сок из капусты Вот как раз видите Сок из капусты Это В то время уже знали Что Свежий сок из капусты Когда он попадает Он начинает разлагать Разного рода Отложения Которые там образовались Накипь на кишечнике Каловые камни Все это отквашивается И выходит То есть уже тогда знали Сок капусты С помощью сока капусты Вы можете значит почистить Кишечник С помощью кстати сырой капусты Но в небольшом количестве Здесь очень важно Вы можете значит лишнюю массу веса сбросить А вот нормально щи из капусты Они нормально будут питать человека Но при этом не будут способствовать тому Что он там будет набирать массу тела То есть это как раз капуста является таким овощем Который способствует нормализации массы тела Сбрасывать лишний вес Далее идет там про траву интересно Ну очень интересно Познавательно практически Это продолжение цветочной терапии Значит Как цвет действует На организм человека На его энергетику На эмоциональное состояние Все тут описывается Можно с помощью цветной одежды Влиять на функции своего организма Очень интересный цвет С помощью обоев в комнате Того или иного цвета Также поднимать там То или иное эмоциональное настроение Разбора здоровительных практик Это как раз я тут Разбираю Голодание Дело в том что голодание Голодание Оно изучалось многими врачами Которые И в теории И на практике Вывели очень интересные там Закономерности Показали Рассказали Вот например Пашутин Многие годы посвятил изучению Физиологического механизма голода Он это делал на Собаках Да И значит Вот он приводит Таблицу потери веса Органами и тканями собаки При голодании До момента смерти Процентном отношении К исходному весу Больше всего Исчезает из тела Жир Во время Голодания Естественно До До смертельного исхода Жир Теряется 97% Селезенка 60% Распадается Печень 53% Мышцы 30% Вот несмотря на то Мышцы 30% Кров 26% Почки 25% Кожа 20% Кишки 18% Легкие 17% Поджелудочная железа 17% Кости Кости И они теряют Свою массу 13,9% А вот нервная система Всего лишь теряет 3,9% Сердце 3% То есть Жизненно важные органы Которые должны заведовать Тем Как мы должны ориентироваться В пространстве И Ответственность за выживание Они как правило Ха-ха Чуточки не страдают До последнего Держатся Что вдруг Ситуация изменится Наступит Период питания И Можно будет Восстановиться Вот И организм Все это Восстанавливает Если Естественно Не Запускать Необратимую Стадию Омоложение Организма За счет Причем На голодание Проходит Голод И половая Потенция Ну Один из механизмов Омоложения На голоде Происходит За счет Того Что В нашем Организме Клетки Есть Разных Будем говорить Разного возраста Есть клетки Юные Только обновились Есть клетки Зрелые Нормальные Рабочие Есть клетки Пожилые Есть клетки Старые Есть клетки Уже Будем говорить Клетка Тоже Распадается Она должна Раствориться Рассосаться Чтоб дать Там Место Новой клетки Так вот На голоде Как раз Все старые Больные Клеточки Они в первую очередь Используются В качестве Питательного Материала И когда мы Начинаем Восстанавливаться После Допустим Двух Трех Недельного Голодания То Вот Те клетки Пенсионеры Иждивенцы Которые Сформятся Еще за счет Организма Они уже Уничтожены И получается Что доля Юных Зрелых Клеток Стала Гораздо Больше Чем была До этого И в результате Вот Появляется Такой Омолаживающий Эффект Школа Здорового Жизни Здесь я Рассказываю О практике Раздельного Питания Почему Раздельное Питание Да потому Что у нас Лучше всего Организм Приспособен Для переваривания Для переваривания Одного Вида Пищи Пищеварительной Системе Гораздо Легче Расщепить Переварить Обработать И усвоить Какой-то Один Продукт Как только Продукты Разного Плана Идут Допустим Жирные Белковые Сладкие Углеводистые И прочее Прочее Тем Сложнее Создать В том же Желудке В тонком Кишечнике Условия Которые бы Способствовали Полноценному Его расщеплению Перевариванию И всасыванию В результате У нас Этого не получается И мы Страдаем Как правильно Заваривать Чай Все Рассказано Питьевой Режим На этом Мы заканчиваем Шестой номер Редактор субтитров Редактор субтитров